Приветствую вас и попробуем ответить на ваш вопрос так, чтобы вам было понятно то, что я хочу сказать. Потому что тему, которую вы выбрали, тема вашего вопроса, она, ну, достаточно сложная, парадоксальная и многогранная. Именно поэтому, наверное, единого ответа, какого-то вот однозначного ответа на него дать будет нельзя. Но, тем не менее, можно сформулировать некоторые, некоторые такие, константные, постоянные, стабильные понятия, некие такие тезисы, которые помогут вам лучше понимать вот именно свой запрос. Дело в том, что люди, которые, вот как вы говорите, делают как все. Кто делает как все? Люди. Когда люди делают как все, они преследуют какую цель? Они преследуют цель, ну, неких таких идеалов. То есть они преследуют определенные, значит, идеалы, которые навязываются обществу. Общество навязывает те идеалы людям, которые, так или иначе, полезны ему. То есть полезны именно обществу. Я надеюсь, это вы понимаете. И в некоторой степени, в некоторой степени, можно достичь, конечно, определенного счастья, если двигаться в направлении, в том направлении, что и все. Можно. Но это будет общее счастье. Унифицировано это настолько, насколько это вообще возможно. И унификация счастья, она будет определяющей в том, если вы будете двигаться в этом направлении. То есть это будет такой самый широкий набор, самый широкий спектр возможных элементов, которые могут сделать людей определенного общества, определенного круга, общественного круга счастливыми. Если вы окажетесь среди этих людей, то, ну, большая доля вероятности может говорить о том, что вы станете счастливыми. А вы будете счастливыми. Если вы вдруг по какой-то причине вот в число этих людей не входите, то вы счастливыми не будете никак при всем желании. И поэтому, вот именно по этой причине, наверное, все-таки не стоит рисковать. Не стоит рисковать и идти к счастью по указке других людей, по каким-то унифицированным, универсальным и обобщенным признакам. Потому что все-таки свое счастье нужно по возможности искать самостоятельно. Это вот первый момент. Оно будет, может быть, более труднодостижимым. Это счастье, потому что, ну, понятно, что помощи общества, помощи других людей достижения счастья у вас не будет. Это я надеюсь, вы понимаете. Вам придется чисто самостоятельно двигаться вот в направлении своего счастья. Но если у вас получится его достичь, то удовлетворение от этого и ощущение этого самого счастья будет куда больше, чем если вы сделаете то же самое, но по общей указке. Кроме того, у вас не будет ощущения, что вы вот одна из, там, не знаю, миллионов, тысяч, одна из миллионов из тысяч людей, у которых есть все то же самое, что есть у вас, и вы довольны. То есть, вы будете смотреть на этих людей и волей-неволей вам будет казаться, что, ну, вот, в принципе, да, вы вроде счастливы, но ничего особенного вы вроде как не достигли. Такое не обязательно будет, но это вполне возможно. Это такая вот угроза вам, угроза вашего счастья. И чтобы его не было, такого вот счастья, все-таки желательно идти к нему самостоятельно, как мы уже сказали. Теперь, что касается чувства счастья. Вы, говорю, вы спрашиваете, разве это не перманентное ощущение? Вы знаете, когда человек выдаёт вопрос в таком тоне, ну, то есть даже не тоне, а в такой форме, почему-то всегда представляется, что, как бы, ожидается либо подтверждение того, что вот человек спрашивает, либо, ну, если ответ будет, как бы, отличный от изначального вопроса человека, что во вскоре раздражение, во вскоре какие-то негативные моменты. Знаете, мне бы не хотелось с вами спорить. Если для вас счастье это перманентное ощущение, значит так оно и есть. не факт, что это же самое будет справедливо для других людей. Просто потому, что сколько людей, столько и, наверное, ощущение счастья. Ибо вот каждый человек, он по-своему его ощущает. И давайте мы с вами, наверное, остановимся на том, что счастье для вас. Вот какое оно по вашему мнению, вот по вашему ощущению. Вот то, каким оно есть по вашим ощущениям, и есть, по сути, истина. И есть правда. Потому что, ну, понимаете, если я скажу вам, например, что есть другое счастье какое-то, или там, не знаю, опишу вам его, что вы знаете, вот это счастье, истинное счастье, это когда человек чувствуется определенным образом и так далее. Ну, вряд ли вы станете от этого счастливее, и вряд ли вам будет лучше. Хотя бы просто потому, что вы будете думать, о, а вдруг то, что я чувствую, это вот неправильно. А так нельзя. То, что вы чувствуете, есть правильное для вас. Но не нужно считать, что так же у всех. Не нужно думать, что так, как у вас, должно быть у всех. Вы позвольте себе быть уникальным, и позвольте другим быть так же уникальным. И тогда именно у вас будет одно из самых главных достижений. Вы будете свободным человеком среди свободных людей. Тем не менее, тем не менее, я скажу так, что счастье, это в первую очередь эйфория. И у каждого человека эта эйфория может длиться разное время. И поэтому говорить о пермонентности нельзя, однозначно. Потому что вне зависимости от эмоциональных способностей человека и испытывается счастье. В принципе, на этом, я думаю, можно закончить ответ на ваш вопрос. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то дополнительные вопросы остались, буду рад помочь вам. Обращайтесь в личку. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи. Спасибо.